Здравствуйте! Вы бы себе представили, как я по вас соскучился. Наконец-то! Я вернулся к записи уроков, друзья. Я записываю этот урок прямо после наступления 2022 года. Привет всем тем, кто будет это смотреть летом. Все равно с Новым Годом, неважно каким. Давайте делать вид, что эта елка здесь символизирует выход новой версии Rails 7.01. Которую я, собственно, сегодня и буду показывать. Но обо всем по порядку. Итак, мы наконец с вами начинаем Ruby on Rails. Материал будет сложным, друзья. Мы с вами уже не первый день пишем программы на всяких разных языках. Но в частности на Ruby. Поэтому не буду вас вот так как-то обнадеживать. Знаете, вот это вот все будет просто. Нет, не будет просто. Поэтому придется напрячь все извилины. В каждом уроке нам придется объяснять сразу несколько тем. Потому что даже, чтобы что-то самое простое на рельсах сделать, нужно понимать ряд стандартных вещей. Как рельсам объяснить то, что вы от них хотите. Каждая в отдельности из этих вещей, в принципе, простая. Но чтобы их уложить в какую-то единую систему, и не было пресловутой каши в голове, придется немного поднапрячься. Но мы все равно будем стараться в каждом уроке довести наш какой-то проект до чего-то, что... Вот с ним можно сделать вот это. И он ответит вам вот таким образом. В частности, в начале самого первого урока мы задеплоим наш самый простой сайт без вообще какого бы то ни было функционала, статический на хосте. Повторяйте за нами, как всегда, и во всем разберетесь. Мы, естественно, тоже где-то будем какие-то натыкаться на какую-то проблему, какие-то косяки у нас будут. Мы будем разруливать. И таким образом вы поучитесь тоже их разруливать, когда будете самостоятельно со всем этим сражаться уже дома. Ну а если, как всегда, у вас будут какие-то сложности, которые вы не сможете решить самостоятельно, то welcome, пишите нам, поможем, расскажем. Что будет сегодня на уроке? Сначала мы расскажем вам, что такое Рубин Райлс в принципе. Просто такое совершенно краткое знакомство. После этого мы расскажем, как работает приложение, как работает сервер, на котором крутится Ruby on Rails приложение. После этого мы, и надеюсь, вы вместе со мной поставим Ruby с помощью специального менеджера версий, накатим рельсы с GameRails, и напишем, создадим наш первый проект на Ruby on Rails, который будет, конечно же, совсем простой, но на примере этого проекта я расскажу вам, какая папка в рельсах для чего нужна, потому что в отличие от программ, которые писали до этого, там как бы сразу будет много всего. Ну и я расскажу, зачем там какой файл нужен, какая папка для чего. После этого мы накатим Хироку, и я покажу вам, как выкладывать сайт в интернет самым простым способом, который, наверное, есть. Но уже будет, можно что-то показать. Конечно, как никакого функционала там не будет, но будет прикольно. Так что поехали. Итак, что такое Ruby on Rails? Ruby on Rails это фреймворк для языка Ruby на основе MVC, архитектура Model View Controller. Понятное дело, про это вы все потом узнаете. По сути своей, вы используете уже написанные до вас умными людьми библиотеки для создания сайтов, чтобы не писать с нуля какой-то самый простой функционал, типа разруливания. Если человек зашел на этот URL, то что сделать? Какие действия должно ваше приложение произвести? Какой код должен выполниться, когда постучали на определенный тэнперш юзер слэш один? Рендеринг шаблонов, то есть собирание шаблонов из кусочков HTML и данных, которые получили из базы данных. Собственно, это самое стандартное взаимодействие с базой данных. Получить оттуда данные, записать туда данные. Для всего этого есть в рельсах как раз удобные библиотеки, с помощью которых все это там происходит. Важный момент. В Rails используется подход convention of a configuration. То есть вы пишете, в принципе, немного кода, потому что большую часть того, что происходит, вы держите в голове. Вы понимаете, что если я здесь напишу вот такую строчку кода, то она будет выполнена вот в такой-то момент, переведет к вот таким действиям. Вы явно этого всего не прописываете. Но так как Ruby on Rails разработчики все работают с одним и тем же фреймборком, все в курсе, что произойдет. И именно за счет этого происходит ускорение разработки. Именно за счет этого Rails так классно использует для всяких стартапов. На них сделали Airbnb, Aviasales, Shopify, Stripe. Это очень крутая система платежей, на которой куча транзакций. Все это крутится на рельсах. Ну и наш любимый с вами GitHub. Понятно, что еще куча приложений других, но это самые такие популярные. Как работают Ruby on Rails? Напомню, что в целом интернет, то, что вы смотрите сайты, работает через HTTP протокол и устроен это как-то так. Ваш компьютер шлет запрос на сервер, сервер как-то его обрабатывает, что-то делает в соответствии с тем, что вы запросили, и отдает вам ответ, ну, например, какую-нибудь HTML-страницу. Вы это все, в принципе, уже должны знать. И отличие приложений на Ruby on Rails от любого другого приложения, которое вы до этого писали на Ruby, заключается в том, что когда вы писали консольную программу или какую-то другую программу, вы четко видите, когда она запускается. То есть вы нажали там Ruby, что-то там, оно запустилось. Вот в этот момент происходит запуск, происходит выполнение всего, что вы написали в файле main.rb, ну, или в каком-то другом. В случае с веб-сервером никто, ну, вы не будете запускать руками ничего, естественно, потому что все должно отработать тогда, когда запрос пришел от пользователя. Именно в этом отличие. То есть на веб-сервере Ruby on Rails-приложение как бы постоянно слушает запросы. Ну, давайте сейчас про это немножко подробнее поговорим. Компьютер, на котором установлено Ruby on Rails-приложение, назовем его сервер, слушает 80-й порт. Именно на этот порт чаще всего по умолчанию приходят HTTP-запросы. Когда этот запрос приходит, на сервере, на машине железной есть специальный веб-сервер, приложение, чаще всего Nginx, которое этот запрос обрабатывает. Оно получает часть данных, ну, использует часть данных из этого запроса, чтобы определить, что с ним дальше делать. И если оно понимает, что этот запрос нужно отдать на обработку Rails-приложению, то она сначала отдает его ап-серверу. Популярные здесь перечислены, Pum Unicorn Passenger. А уже ап-сервер внутри себя для обработки этого запроса, для того, чтобы ему что-то ответить, запускает Rails-приложение. И вот как раз тут начинается наша с вами часть. То, что пишут Ruby on Rails-разработчики. То есть, вот эта вся обвеска, которая вокруг, да, вот Nginx, App-сервер, это все происходит при настройке, при диплое вашего Rails-приложения на сервер. И как бы совершенно не связано с разработкой самого приложения, потому что для любого Rails-приложения это все будет плюс-минус одно и то же. Понятно, что там есть куча нюансов, связанных с масштабированием, распределением, как это все лежит и так далее. Но, по сути, разработческая часть начинается только отсюда. Что же внутри Rails-приложения? То, о чем будем заботиться именно мы с вами, когда будем писать свое Rails-приложение. Первым делом, чтобы определить, что, ну, собственно, да, этому Rails-приложению передается запрос в каком-то виде, да, и чтобы понять, что с этим запросом делать, в Rails есть специальный роутер, который мы с вами конфигурируем, мы не пишем с нуля, мы его будем с вами прописывать правила в нем. И в соответствии с этими правилами этот роутер выбирает, какому контроллеру, какому действию передать запрос. Контроллер — это специальный класс, который тоже пишете вы, и как раз, когда мы определяем, какой метод этого класса, он называется действием, будет обрабатывать запрос, в этот момент происходит передача ему управления. Например, slash-user-slash-1 будет обрабатывать users-контроллер в действии show. Про это все мы с вами, естественно, поговорим дальше. Далее запрос попадает, собственно, в само действие этого контроллера, и, по сути, это метод вашего класса. То есть вы там получаете на вход какие-то данные, можете с ними работать, и стандартно в контроллере используются модели. Модели — это другой сорт классов, которые тоже пишете вы сами, не совсем с нуля, вы их наследуете, как я уже говорил, от удобных классов, которые вам предоставлены в других библиотеках, и они помогают в удобной манере доставать данные из базы или сохранять их в нее. Например, в случае users-slash-1 того самого юзера, который вам надо будет показать на странице, которую мы потом отдадим браузеру. Контроллер использует модели для того, чтобы связаться с базой данных, которые отдельно крутятся где-то, да, в Rails, естественно, внутри Rails ничего не крутится, никаких данных нет. и второй момент, который контроллер использует для того, чтобы сгенерировать ответ, это вьюхи, шаблоны, короче, то, что помогает склеить статичный HTML-код с данными, которые мы получили из моделей ну или из каких-то других источников, и в результате вернуть HTML-страницу, которую мы отдадим уже браузеру, ну, понятно, там может быть не только HTML, там может быть какой-то другой формат, но вот для примера я здесь его использовал. Этот HTML будет сначала отдан Nginx, а уже тот отдаст его конечному юзеру, ну, браузеру. Итак, по ролям. Модели тащат данные из базы, шаблоны помогают сформировать HTML-код конечной страницы, а контроллеры, используя шаблоны и модели, собственно, обрабатывают запрос и выбирают, ну, генерируют HTML-код, который нужно будет отправить браузеру. Переходим к установке Ruby on Rails. Несколько случаев рассмотрю. Если у вас Linux, неважно какой, дистрибутивы Ubuntu, Mint, Debian, там, какие угодно, любые поставьте, неважно, то все хорошо. Все нормально, продолжаем вместе со мной. Если у вас Windows 10, я советую вам накатить Windows Subsystem for Linux, чтобы вы могли, по сути, внутри Windows иметь Ubuntu. В случае, если у вас Windows 7 или 8, обновитесь до более современной операционной системы, ну, или используйте VirtualBox. У нас есть уроки, как накатить Ubuntu в VirtualBox на этих операционках. Для владельцев Mac'ов есть отдельное видео, смотрите его по ссылке. Есть очень хорошая статья, ну, не статья, обновляемый гайд, который рассказывает, как поставить рельсы на Ubuntu. Ссылку ищите в дополнительных материалах. Скорее всего, там будет как раз актуальная информация. Если вдруг в нашем видео что-то у вас не будет получаться, попробуйте почитать его, еще его, потому что обновляется довольно много всего. Я расскажу основные принципы, какие детали можно будет подглядеть там. Первым делом посмотрите, есть ли у вас в системе вообще Ruby. Может быть, он у вас уже установлен. Но не то, чтобы это важно, но давайте я просто покажу. Ruby-V пишут, что такой командочки нету, и, соответственно, фраза whichRuby, которая позволяет посмотреть, если бы у вас Ruby был, она выведет пустоту. Если у вас такая же ситуация, как у меня, значит, у вас Ruby не установлен. Он у вас может быть установлен. Вы можете увидеть вот такую строчку. Если у вас написано user.bin.ru в ответ на whichRuby, значит, у вас в данный момент используется системный Ruby. Господи, как мне жалко людей, которые приходят в чат, говорят, что у них ничего не получается, и в процессе разворачивания ситуации становится понятно, что они используют системный Ruby. Ой, сколько таких людей было. Короче, системный Ruby, он устанавливается из пакета, соответственно, он встает вам в user.bin, туда доступ есть только у Ruta, это раз, а вторых, это Ruby в единственном числе. Если, например, у вас есть два разных приложения на рельсах или на чем-то еще, на другом фреймворке, или просто на чистом Ruby, но одно из них использует особенности нового Ruby, а другое нет, то вам хорошо бы то, которое использует, запускать под новым Ruby, а то, которое не использует, оно просто работать под новым Ruby не будет. Бывают ситуации, когда нужны в разных проектах разные версии Ruby, поэтому давайте мы с вами сразу по-взрослому будем делать и ставить Ruby так, чтобы можно было для каждого приложения использовать свою версию Ruby. Понятно, что сначала мы все будем делать на одной и той же, но серьезные разработчики конечно же системного Ruby не пользуются. Второй момент, если вы используете системный Ruby, то и гемы все естественно вам нужно будет ставить в системную папку, то есть так, что доступ, ну, во-первых, нужно будет перед каждой установкой гема ставить суду, и, соответственно, гема будет теоретически ставиться в папке, лежащая под рутом, очень здорово, потому что теоретически у этих гемов будут возможности что-нибудь где-нибудь накосячить, напортачить, поэтому надежнее ставить все гемы именно в конкретного пользователя, который пользуется Ruby, и ему же, естественно, ставить Ruby. Для этого вы придумали специальную утилит, называется менеджер контроля версии, я привык использовать RVM, если вы склоняетесь к какой-то другой, например, к RVM, то, ради бога, ставьте, главное, чтобы вы знали, как этим пользоваться. В нашем случае мы поставим сейчас RVM, поставим третью версию Ruby, и будем с ней работать. Перед тем, как накатить RVM, расскажу про менеджер пакетов. Если у вас другой дистрибутив, у вас не будет, ну, то есть, не апт-дистрибутив, то у вас будет другой менеджер пакетов, но для того большинства людей, которые будут это делать по Ubuntu или по DSL Ubuntu, расскажу. apt-get это менеджер пакетов. В Винде вы обычно ставите программы, скачивая сайты. Сейчас они сделали Microsoft Store, классная штука, но вот в Ubuntu было такое уже давным-давно, там очень давно ставят пакеты, и не просто скачивая их откуда-то абстрактно из интернета, а из специальных репозиториев, которые всем известны, в которых пакеты зашифрованы и так далее, чтобы вы не скачали программы неизвестно откуда, подхватив вирусню или еще что-то. Но перед установкой пакетов нам нужно обновить список пакетов командой sudo, потому что мы это запускаем как раз от рута, менеджер пакетов изменяет состояние системы, поэтому ему нужен полный доступ, пишем sudo get update, он попросит пароль от рутового пользователя и обновить список пакетов. Я даже вам сейчас покажу, где эти пакеты лежат, чтобы вы понимали, что это все не магия, а что все это реально можно посмотреть. Сейчас он обновит список. Что в этот момент происходит? Из некого списка прописанного в системе берется набор серверов, с которых скачиваются списки пакетов с актуальными версиями, чтобы можно было их установить в вашей системе. Если вдруг какой-то пакет обновится, то мне как раз об этом скажет, что мол, чувак, у тебя устарел вот такой-то пакет, можно его накатить по-новой, чтобы у тебя была самая последняя версия. Вот он обновил список пакетов. Давайте я покажу, где вообще лежит этот список. etc apt sources list Вот собственно один из источников. Если его вывести просто на экран, то посмотреть, что в нем лежит, то вот мы видим список пакетов, репозиторий, в которых мы будем смотреть пакет. Вот незакомментированные строчки как раз те, в которых это все дело ищется. После того, как мы обновили список пакетов, мы можем накатить те пакеты, которые нам нужны будут для установки Ruby и RVM и так далее. Понятно, что можно этот список скопировать просто в конспекте, ну или наберите с экрана, я специально здесь вот подольше на нем посижу, можете поставить на паузу, переписать все руками или взять дополнительный материал, этот список из той самой статьи, которую я вам писал. Запускаем установку, так как у меня все эти пакеты уже установлены, то, естественно, этот процесс у меня занял довольно быстро, у вас он может занять чуть-чуть подольше. Переходим к установке RVM. Что такое RVM? RVM это специальный скрипт на языке Shell, то есть на языке, который исполняется в вашей консольке, с помощью которого можно управлять версиями Ruby, то есть можно, ну короче, он их скачивает, раскладывает по нужным папкам, делает доступными вот собственно в консольке, чтобы могли запускать на них программы, чтобы все работало с той версией Ruby, с которой вы вот хотите в данный момент работать. Обитает он на сайте RVM.io, ну здесь собственно сразу же указана команда для того, чтобы его установить. Перед тем, как его устанавливать, нам нужно получить ключ шифрования, чтобы точно знать, что мы получаем нужный нам скрипт. Делать это с помощью вот такой команды, вы можете ее скачать, как раз скопировать на сайте RVM и после этого другой командой мы запускаем процесс установки самого RVM. в этот момент видите, мы получается с помощью CURL, это специальная утилита консольная, которая отправляет запросы по определенным адресам, в нашем случае вот HTPS slash get RVM.io, получает оттуда данные и потом через трубу bash-s стейбл, это значит, что то, что мы получим с этого сайта, мы запустим на выполнение в нашей среде. И вот то, что произошло. Мы нам написали, что установка RVM закончена, здесь вместо вопросов должен быть какой-то смайлик. Он добавил много всего разного в наши файлы настройки. Сейчас я вам покажу, что он установился. После установки RVM надо перезапустить консольку и тем, кто не на VSL, а просто в обычную бунту, нужно будет поставить эти настройки терминала и поставить там галочку login is bash-shell, чтобы у вас все работало полноценно. Давайте проверим. WhichRVM, как всегда, если мы хотим посмотреть, что такое, что это за команда, пишем WhichRVM. Он нам показывает, что вот она оттуда будет браться и давайте посмотрим, где он собственно прописал, чтобы она определялась, когда мы спрашиваем, есть ли такой бинарник. Смотрите, у вас есть файлик в домашней директории, который называется profile. Он запускается каждый раз, когда вы запускаете консольку. И в нем прописано, видите, друзья, что мы запустим RVM скрипт с RVM, который как раз и добавит нам эту команду в нашу среду исполнения. То же самое прописано, кстати, в еще нескольких файлах. Bash profile, например, тоже там эта строчка есть. Он до кучи прописал это просто везде, чтобы уж точно наверняка у вас в консольке RVM работало. Давайте мучить наш RVM, который мы только что поставили. Господи, это же такая классная штука. Вы себе пока просто не представляете, насколько он удобный. Короче, RVM list. Команда, которая показывает, какие руби установлены у вас в системе. Естественно, у меня пока ничего не установлено. Она написала no rvm rubies и так далее. Но если вы допишите после этой команды фразу no, типа известная, то она вам покажет вообще все версии руби, которые вы можете поставить. Их на самом деле будет довольно много. Нас интересует версия 3.0.2. Например, почему нет? RVM install 3.0.2. Вы можете ставить любую версию, которую захотите. На самом деле я советую вам зайти на сайт rubylang.org и найти там последнюю стабильную версию на ней и работать. Я поставлю еще раз версию 3.0.2. Когда я запускаю эту команду, RVM лезет на сайт прописанный в настройках, там, короче, знает, где лежат бинарники руби. Видите, он нашел файл вот по этому адресу и оттуда как раз скачивает те самые бинарники, которые нам понадобятся сейчас. Он определил, что у нас версия Ubuntu 20.04, 64-битная операционная система. короче, видите, правильный правильный руби качает. Единственный момент, друзья, то, что этот руби может скачиваться довольно долго. И это все я не буду дожидаться. Здесь мы сделаем просто монтаж. Итак, он нам пишет, что все классно, здорово установилось. И в этот момент мы можем посмотреть снова команду rvmlist и увидеть уже там, что у нас установлен ruby3.0.2. Обратите внимание на символы слева от версии руби. Равно означает, что в данный момент он используется, эта версия руби. И звездочка означает, что этот руби установлен в качестве руби по умолчанию. То есть, если мы перезапустим консольку, снова будет использоваться 3.0.2. Если мы сейчас напишем ruby-v, у нас в системе доступна эта самая программа. То есть, можно запускать код на руби, и он будет выполнен на руби версии 3.0.2. Это, по-моему, прекрасно. При этом, если мы напишем which руби, то увидим, где он стоит. Смотрите, он стоит homeinstall.rvm. То есть, это моя домашняя директория. И, естественно, если другой пользователь сядет за этот компьютер, в Ubuntu, да, или там Windows, не важно, то он уже не сможет пользоваться руби. Но это и хорошо, потому что, если ему нужен будет руби, он его поставит себе отдельно, другой версии, может быть, и так далее. пользователи запущены и прекрасно жить вместе, никаких конфликтов не будет. Так, ну и коль скоро нам доступен руби, нам, естественно, вместе с ним доступен гем, утилита, которая, ну, программа, с помощью которой можно устанавливать разные классные библиотеки. Давайте поставим, например, наш любимый дебаггер geminstall by bug. Сейчас, что мне важно будет вам показать? Ну, вы знаете, как ставятся гемы, черт возьми, не первый день разработкой занимаетесь, мне важно вам показать, где этот гем будет лежать, то есть физически, где будет лежать код этой самой библиотеки. Ну, во-первых, чтобы показать, что это будет локальная папка, во-вторых, чтобы, ну, в смысле, папка моего юзера, во-вторых, чтобы, если вдруг вы захотите копнуть глубже и залезть, сейчас покажу geminfo by bug, по-моему, так, да, смотрите, друзья, вот он, он установлен в папку home install rvm games ruby 3.0.2, если мы в эту папку зайдем с вами, копировать просто выделением, вставлять правой кнопкой мыши в винде, вот они здесь, эти гемы стоят, если я загляну в папку games, я увижу как раз там buy bug, нужной версии, той, которую он там решил поставить, ну и давайте накатим гемрэйлс, собственно, то, ради чего мы здесь с вами собрались, обратите, кстати, внимание, что у меня установились версии, рельсы версии 7.0.1, самый популярный вопрос на нашем курсе, на нашем интенсиве по RobinRails, а на какой версии рельс мне проходить курс, друзья, я хочу раз и навсегда этот вопрос закрыть, мы в уроках, вот мы сейчас, видите, я поставил 7.0.1, значит, в уроках будет версия 7.0.1, вы, когда будете ставить, возможно, GameInstallRails поставит вам более новую версию рельс, более того, если вы хотите, вы можете поставить более старую версию рельс, проходить на ней уроки и все делать на ней, почему, потому что это абсолютно не важно для основ, могут быть какие-то нюансы, но вам в любом случае с этими нюансами, с различиями версий, рельс придется разбираться, потому что когда вы придете на работу, там вас ждет совершенно рандомная версия рельс, там может быть хоть третья, хоть четвертая, хоть пятая, хоть шестая, поэтому не расстраивайтесь, если у вас что-то будет не так, как у нас, потому что я прохожу на седьмой, вы, может быть, будете делать на какой-то другой, но в любом случае вам нужно будет во всем этом разобраться и, конечно же, мы по мере возможности с этим вам поможем. На всякий случай, если вы будете использовать веб-пакер в вашем проекте, что очень вероятно произойдет, хотя в седьмых рельсах по умолчанию его не предлагают использовать, по крайней мере сейчас, то вам понадобится нода и вам понадобится yarn, поэтому мы сейчас про это немножко расскажем и установим их тоже. Что такое Node.js? Node.js это серверная среда, которая позволяет вам выполнять JavaScript код, то есть вы знаете, JavaScript код изначально исполнялся в браузере, но вот в какой-то момент написали классную штуку, с помощью которой можно запускать программы на JavaScript, ровно так же, как и с помощью Ruby запускать программки на Ruby. При этом тут есть, естественно, вся инфраструктура, которая есть и в Ruby тоже. Ну, интерпретатор, как я уже сказал, в JavaScript это Node, в Ruby это Ruby. Управление пакетами в Ruby идет с помощью утилиты GEM в JavaScript, то есть в Node.js этим занимается программка NPM Node Package Manager. При этом как бы менеджер библиотек, именно списком библиотек управлять можно как с помощью NPM, так и с помощью YARNA. Это вот аналог бандлера в Ruby. Кроме YARNA есть еще Bauer, Branch, Webpack, много этих всяких разных инструментов, но YARNA используется в рельсах наиболее активно. Список зависимостей, если вы помните, для проекта на Ruby мы прописывали файл GEM.File, вот аналогичный файл в JavaScript будет называться Package.json, и если вы управляете менеджером библиотек YARN, то слепок со списком версий, которые были установлены, будет лежать в файле YARN.log. В Ruby это аналог файла GEM.File.log. Давайте теперь установим собственно Node.js и NPM. Я это сейчас вам покажу. Команды, которые я буду сейчас вставлять, можно скопировать из дополнительных материалов или из статьи, которая вам будет в ссылках. Обратите внимание, я сейчас добавляю репозиторий, список репозиториев для Node.js версии 12, для Node.js версии 12. И аналогично мы сделаем для YARNA, тоже добавим репозиторий со списком пакетов и откуда их можно скачивать. Сейчас обновит apt-get список и мы это тоже сделаем с вами. Итак, добавили первый репозиторий, для того, чтобы добавить второй, нам нужно будет, как я уже говорил, надо бывает добавить ключик и чтобы добавить репозиторий с YARN нам надо будет выполнить вот такую команду. Смотрите, что произошло в этой ситуации. Я снова зайду в папку etc apt-sources-list.d и покажу вам еще раз два файлика. Я могу каждый из них вывести в целом, чтобы вы посмотрели, что в них находится. Видите, в них адреса репозиториев, с которых как раз можно скачать нужную нам версию, 12-ю версию Node.js и версию YARN. Собственно, для этого мы и пишем sudo apt-get install Node и YARN. Это две программы, которые нам как раз и будут нужны. Пардон, Node.js, видите, друзья, иногда бывает Node, она называется, иногда бывает Node.js, ну, короче, в случае, если вы подключаете вот таким образом эти репозитории, то пакет называется Node.js. Сейчас, когда он нам все это установит, мы посмотрим, какие версии Node.js и YARN установились. Давайте посмотрим, Node.js-V, 12.22.8, YARN.js-V, 1.22.11. Прекрасно, можем двигаться дальше. Итак, для кого-то этот момент достаточно трепетный, мы сейчас будем создавать новый проект на рельсах. Делается это с помощью команды Rails NewMyApp. Rails это бинарник, который, установив гем Rails, мы прописали себе в систему, команда New говорит, что нам надо создать новое приложение, MyNewApp это название проекта, собственно, который будет создан в этой же одноименной папке. Будет создана такая папка, в ней будут созданы много разных подпапок, App, Bin, Config и так далее, будет создан гем-файл, и будет запущен процесс установки гемов, которые указаны в этом гем-файле. Поехали. NewMyNewApp Создалась куча файлов, видите, внизу написано запускаем Bundle Install. В этот момент будут установлены гемы, скачаны с сайта rubygens.org, указанные в файле гем-файл, который до этого предварительно был создан по шаблону. Так вот, этот процесс может на самом деле занять довольно большое количество времени, потому что библиотек много, зависимостей много. У меня, понятно, часть из них уже установлена в системе, возможно, у вас тоже. Так или иначе, когда этот процесс закончится, мы с вами продолжим. Итак, процесс установки закончился. Смотрите, после того, как были установлены все необходимые гемы, было запущено несколько команд внутри этой папки для настройки JavaScript. Ну, про это все, конечно же, мы с вами тоже будем говорить. Сейчас давайте зайдем в эту папку cdmynewapp и посмотрим, что здесь, собственно, лежит. Ls-la выведем в список вообще всего, что здесь лежит. И давайте запустим сервер команды Rails пробел. Можно написать целиком сервер, а можно написать просто Rails пробел S. Будет запущен сервер, и в этот момент нужно открыть браузер ваш и написать в нем localhost 2000. В этот момент вы увидите ваш сервер Rails-приложения. Все, что здесь есть, это его логотип Rails и указание, на какой версии все это крутится. Ruby и рельсы. Ура, друзья, я вас поздравляю с тем, что мы запустили ваш первый сервер на Ruby on Rails. Давайте поговорим про те файлы и те папки, которые нам создали внутри папки mynewapp с помощью команды Rails. Чтобы посмотреть даже скрытые файлы, можно написать ls-a, ну или минус-la, тогда будет больше информации по каждому файлу. Давайте по порядку. Точка, гид. Ну, это просто потому что рельсы понимают, что в любом случае код, который вы будете писать внутри папки, это будет код проекта на Ruby on Rails, и вы по-любому будете его закидывать в гид, поэтому они сразу здесь написали git init, чтобы вам было удобнее дальше это все дело добавлять. Здесь же, кстати, лежит файл gitignore, который содержит список файлов и папок, которые ни за что не должны попасть в репозиторию. Мы по нему обязательно пройдемся, но чуть-чуть попозже. Папка app. Это, собственно, наше приложение. Тут будут лежать наши контроллеры, код наших контроллеров, модели, шаблоны, вьюхи, помощники, паршалы и так далее. Про все это, конечно же, мы вам расскажем. Это будет мясо нашего Rails-приложения. Папка bin, папка с исполняемыми файлами, там, в частности, лежит тот самый Rails. Это папка для бинарников. Она вам не будет нужна в ходе разработки. Папка config. И внутри лежит очень прикольный файл, называется config.prowl.srb. Это файл, про который я вам уже чуть-чуть сегодня рассказывал. Как раз в нем прописываются настройки того, какой запрос, как обрабатывать, каким контроллером, каким действием. Но вообще, кроме этого, в папке config, ну, как вы, наверное, догадались, лежат всякие конфиги, настройки нашего приложения. Ну, то, что разработчики сочли нужным отнести к части настроек приложения. Папки db лежат как сами базы данных в репозитории, они, конечно же, ни за что не должны попадать, так и миграции, файлы на Ruby, которые, как бы, говорят, как надо поменять базу данных, чтобы она соответствовала состоянию проекта. Про это тоже будем, естественно, рассказывать. Вот миграции должны быть уже в репозитории, и сейчас мы посмотрим, как это сделано с помощью файлов gitignore. В папке lib могут быть дополнительные какие-то Ruby файлы, чаще всего там пусто. В папке log, логи сервера. Мы про них тоже поговорим обязательно. Каждый раз, когда вы что-то делаете, отправите запрос на сервер, он может быть залогирован в соответствующем лог файле, вот он лежит как раз в этой папке log. В папке public лежит то, что видно сразу, без всякой обработки ваших запросов, публичные файлы, короче, которые можно просто запросить у сервера, и он их напрямую отдаст. Я открыл мой новый проект в VS Code, и давайте мы создадим в папке public, просто чтобы вам продемонстрировать, hello.html, и в этом файле напишем hello world. Сохраним этот файл, зайдем на наш сервер, и здесь допишем, можно дописать slash hello html, можно не дописать html, потому что по умолчанию и так будет использован этот формат, и мы увидим наш файл. То есть вот напрямую то, что лежит в папке public, написав адрес этого файла после слыша, после адреса сервера, вы этот файл и получите. Он будет напрямую отдан браузером. Как правило, там лежат какие-нибудь политики конфиденциальности, какие-нибудь там эти самые правила пользования сайтом. В общем, то, что не меняется, то, что статично. Storage. Это папка для гемо-active storage. Туда рельсы будут загружать файлы пользователей с помощью специального функционала Active Storage. Подробнее можно про это прочитать в дополнительном материалах. Папка test. Папка для тестов, которые вы будете писать, для того, чтобы протестировать ваше приложение, но на мини-тест. С помощью фреймворка мини-тест. У arspec будет своя. Папка spec. Мы как раз им-то и будем пользоваться, поэтому тест нам, в принципе, будет бесполезен. Папка tmp. Туда, если вдруг в каком-то процессе нужно сложить что-то временное, он туда и будет складывать. То есть эта папка, конечно же, тоже идет в репозиторий, но используется самими рельсами для всяких разных временных файлов. В папке vendor тоже могут быть какие-то другие библиотеки, которые вы решили добавить почему-то не с помощью гем-файла, а с помощью непосредственно добавления Ruby-кода. Но, опять же, как правило, она не используется. Теоретически можно настроить, чтобы туда устанавливались гемы, но делать этого не нужно. Давайте посмотрим файл git-ignore. Еще раз проговорим, что не должно попасть в репозиторий. Папка .bundle. В этой папке пока нету, мы ее, кстати, чуть-чуть позже создадим, но это папка, собственно, с настройком бандлера. База данных, которые лежат в папке DB и называются с чем-то потом .sqlite. Эти файлы, конечно же, ни за что не должны попасть в репозиторий, им там не место. Естественно, игнорируются логи, потому что они не имеют никакого смысла, нет смысла их хранить, это не связано с кодом программы и, как я вам говорил, исключается папка .tmp. При этом каждая из этих папок, именно сама папка пустая, должна быть создана, поэтому создается пустой файлик .keep, который как раз исключается из исключаемых файлов, то есть он попадет в репозиторий и сама папка создана будет, пустая. .tmp.pits, я даже не буду здесь ничего про это говорить, в общем, папка сама нужна, но то, что мне будет лежать там совершенно не важно. Естественно, данные, которые пользователи загрузили на конкретном сервере, в репозиторию попадать тоже не должны, поэтому storage тоже исключается. Public assets, туда будут собираться всякие javascript и стили, поэтому эта папка тоже в репозиторию не должна попадать, потому что то, что туда собирается, оно как бы непригодно для чтения, оно там максимально упрощается, ужимается и так далее. И важный файл masterkey, это ключ шифрования credentials, секретных данных, которые будут использоваться в вашем проекте, то есть вы можете положить сами credentials в репозиторий, а вот masterkey класть ни в коем случае нельзя, чтобы никто не мог иметь доступ к репозиторию, расшифровать эти самые credentials. Config.ru это REC-адаптер, так называемый файл, описывающий, как запустить наше приложение. На самом деле, можно его запускать через REC-up конфигуру, но trails.s как-то попроще и попривычнее всем. Кроме этого, еще есть REC-файл, файл для REC-задач. Короче, это специальные задачи, которые можете запускать именно в вашем проекте, кастомные, написанные именно вами, для того, чтобы удобнее было работать. И туда же будут добавляться задачки из папки lib.slash.tasks. Про это все потом узнаете, сейчас не принципиально. Кроме этого, есть файл ruby.version, который я предлагаю сразу грохнуть, в нем прописана версия Ruby, с которой лучше использовать это приложение, но удобнее, когда этого файла на самом деле нет. И то же самое я скажу про геймфайл, в нем есть указание на Ruby, на версию Ruby, с которой это все дело было создано. Я вам советую выпилить оттуда это указание тоже, потом, в общем, геймора будет больше, чем если это оставить. Git-атрибус это файл для настройки гита, но сейчас не буду вдаваться в эти подробности, все это нам сейчас не принципиально. Важный момент, readme. Это файл, который увидит ваш разработчик, и если он у вас стандартный, то чаще всего не возьмет вас на работу. Ну, по крайней мере, вы можете сделать этот файл чуть более осмысленным, если туда что-то напишите, и тем самым покажете, что вы достаточно обо многих вещах любите позаботиться. Короче, советую вам сразу же там написать что-то осмысленное, и никогда не оставлять там стандартную болванку, потому что, ну и тем более, если вы задеплоили полноценный проект на рельсах куда-нибудь там и показываете на собеседовании, то лучше, чтобы в этом файле было что-то ценное и важное написано. Итак, у нас с вами есть, пускай максимально простой, но все-таки уже проект на рельсах, при этом сервер поднят локально, то есть вы можете его смотреть только со своей домашней машины. Давайте выложим его в интернет. И как я уже сказал, проще всего это сделать с помощью сервиса Heroku. Что это вообще такое? Heroku это облачная platform as a service платформа, которая поддерживает ряд языков. Вы, короче, сразу так кидаете код, и она сама понимает, как его надо развернуть, что там надо установить, настроить и так далее. Чтобы пользоваться Heroku, первым делом вам, конечно же, надо там зарегистрироваться. Зайдите на сайт heroku.com, нажмите здесь sign up, заполните форму, но здесь в качестве компании можно указать, например, good programmer. Я не буду, конечно, все это заполнять, укажите свои данные, скорее всего, надо будет подтвердить почту, кликнув в письме ссылку, ну, все как в стандартной регистрации. Возможно, они попросят вас засекьюрить ваш аккаунт, то есть сделать его надежным. Проще всего выбрать recovery codes. По сути, это список одноразовых кодов, которые вам Heroku выдаст, и потом нужно будет эти коды вводить при входе. Я не думаю, что вы часто будете это делать, поэтому, в принципе, этот шаг можно вообще пропустить. У нас с вами учебная цель, вы туда не планируете реальных серверов выкидывать. В личном кабинете будет надпись, что у вас пока нет приложений, ну, давайте, собственно, создадим приложение. Но делается это не из веб-интерфейса, это делается с помощью специальной утилиты Heroku CLI. Расшифровывается CLI как Common Line Interface, и как восстановить этот самый CLI, написано вот в этой вот статье, можно посмотреть, почитать, но самый простой способ и надежный в случае с Ubuntu это через скачивание просто бинарных. Вот здесь есть раздел Add-in-installation methods, там есть команда для установки непосредственно бинарников, которые нам будут нужны, которые команды, которая сама их скачает, установит, сделать все, что нужно. Так что мы ее просто берем и вставляем в нашу консоль. Понятное дело, что она попросит рутовый пароль, потому что ей нужно внести изменения в систему, добавить новую программу, ну короче, вы все это уже знаете. И после того, как она установится, вы можете написать Heroku-V, и увидеть, что у вас как раз эта штука в системе установлена. Теперь надо там авторизоваться. Чтобы там авторизоваться, надо написать Heroku-Login. В этот момент вам Heroku скажет нажмите любую кнопочку, чтобы открыть в браузере то окошко, ну как бы вы в браузере авторизованы на Heroku, и получается, что открыв это окошко в браузере, вы таким образом подтвердите, что вы это вы. Почему-то в этот момент она меняет шрифты в консольке, но так или иначе вы увидите вот такую вот страницу. Нажимаете здесь кнопку Login. Вы должны быть залогинены естественно в браузере, и если все хорошо, то вы увидите вот такую надпись. Можно после этого страничку закрыть. На всякий случай я перезапущу сейчас консоль, но видите здесь надпись, что вы залогинились в Heroku. Снова зайду в мою папку, и теперь наконец пришло время создать наше приложение на Heroku. С того, чтобы это сделать, вы просто можете писать в консоли, когда вы уже залогинились, фразу Heroku Create, и вам в этой ситуации будет выдан специальный поддомен на сайте HerokuWeb.com, на который как раз вы сможете задеплоить ваше приложение. Если мы сейчас туда зайдем, то там ничего нет. Зайдем просто на этот сайт, увидим, что там новое приложение, но там ничего нет. Однако, если вы зайдете на Heroku в ваш аккаунт, то увидите, что там такой сайт создан. Кроме того, чтобы создать приложение в вашем аккаунте Heroku, вот эта команда Heroku Create еще создала вам специальный гид-ремоут-шоу Heroku. Локально прописала путь к удаленному репозиторию, который назвала Heroku. Вот это тот самый урл, по которому мы можем запушить наш код на Heroku, чтобы накатить наш проект, собственно, на наш хостинг. Но перед этим нам надо будет изменить несколько моментов. Первый момент, который мы с вами поправим, это, во-первых, мы грохнем тот самый HelloHTML, который создавал для теста, и создадим новый файл Index.html. Как я вам говорил, все, что лежит в папке public, будет видно сразу же, но файл Index.html, он еще и будет запущен по умолчанию, то есть это и будет тот файл, который будет грузиться при заходе на наш сервер. Мы туда накинем просто примитивнейший шаблон с одной строчкой. Единственное, что мы пропишем, это кодировку, чтобы она отображалась правильно. Ну и title пропишем. Сохраним этот файл, отлично, супер, Index.html у нас готов, давайте дальше двигаться. Если вы еще не запустили, не гасили сервер, вы можете зайти на адрес localhost 3000, брать здесь вот Hello, и как раз увидеть эту нашу фразу. Еще один момент, который нам надо будет сделать перед тем, как мы задеплоим на Heroku, это переключить базу данных на Postgres. Дело в том, что база данных SQLite 3 и это по сути файл, который лежит рядом с вашим проектом. На Heroku на самом деле диск, который нам дают для хранения файлов, он немножко эфемерный, то есть там все эти данные будут стираться регулярно, поэтому базу на SQLite там использовать просто нельзя. Вам Heroku это запретит делать, если вы захотите задеплоить. Нам надо заменить использование SQLite на Postgres, но вы не пугайтесь, Postgres мы сейчас у себя ставить не будем, мы просто пропишем, чтобы он использовался на Heroku, благо все там довольно просто делается. Но при этом у нас локально нам надо оставить SQLite, благо в гем-файле есть удобный способ поделить гемы в зависимости от того, какая среда используется. Мы берем этот наш SQLite, отсюда его стираем сверху и добавляем в группу Development Test, то есть он будет использоваться только в среде окружения Development Test, про среду окружения мы, конечно же, с вами тоже еще поговорим, но пока просто скопируйте это вот сюда. Кроме этого, создайте еще одну группу, группу двоеточие Production, до и там надо добавить всего лишь один гем, гемпг. Вот так, то есть мы бы, как бы говорим, в случае с Production, используйте, пожалуйста, Postgres. Не забудьте сохранить гем-файл, и сейчас нам надо создать на основе этого гем-файла гем-файл лог, но при этом так, чтобы не ставить локально гемпг, потому что для его установки нужно, чтобы был Postgres, Postgres у нас нет, ставить я его сейчас не хочу, поэтому мы сейчас специальным образом настроим Bundle. Повторяйте за мной, Bundle, Config, Set, минус-минус, Local, without в кавычках Production. Сейчас скажу, что эта штука сделает. Давайте я запущу. Теперь смотрите, у нас есть папка Bundle, в которой лежит файл конфиг. Вот, собственно, эта команда его и создала, потому что до этого там ничего не было. Если мы посмотрим, что лежит в этом файле, то в нем как раз лежит одна строчка, собственно, которая говорит, если мы запускаем у себя локальный Bundle, то будь добрый, запусти его, пожалуйста, без группы Production. Поэтому, если мы сейчас напишем Bundle install или просто Bundle, как вы знаете, можно сокращенно командой написать, то он нам не поставит гем ПГ. То есть, вы можете пролистать список гемов, которые он здесь перечислил, и там не будет ПГ. SQLite там будет. Да, вот он, SQLite есть. Но самое главное, что в случае с Heroku, там будет использована группа Production, и как раз там SQLite мы трогать не будем, зато будет установлен Postgres, и все будет работать на Postgres. Добавляем все это в репозиторий. git add. Как я помню, помните, я вам рассказывал, в git ignore все уже, что не нужно добавлять, прописано, поэтому можно просто git add. сделать. Напишем git status, видите, список файлов, которые мы планируем добавить в первый commit, пишем git commit минус m и не еще commit традиционно, и с замиранием сердца отправляем все это на Heroku. git push, Heroku main. если сейчас все пройдет хорошо, то мы увидим, что в команде, в командной строке будет написано классно, запушилось, тут могут быть какие-то косяки у вас, смотрите, что вам, собственно, напишут, внимательно читайте ошибки, которые будут возникать, и если не сможете самостоятельно с ними разобраться, спрашивайте нас, мы вам все подскажем и расскажем, благо все это вместе с другими студентами проходили неоднократно. Итак, нам написали, что все это с успехом зарелизилось. Вы можете либо зайти на тот сайт, на котором я вам показывал, что у нас пустое приложение Heroku, либо еще раз набрать команду Heroku Open, и эта команда откроет вам браузер. А, но так как у меня VSL, не получилось прокинуть это, короче, в браузер, поэтому просто зайду на этот сайт и увижу, что там замечательный мой привет мир находится. И вуаля, друзья, ваш совершенно простой с отсутствием какого бы то ни было функционала проект на рельсах в интернете. Вы, можно считать, уже полноценный Ruby on Rails разработчик. Можете хвастаться перед мамой и друзьями. Итак, что было на этом уроке? Во-первых, я вам немножко рассказал про Ruby on Rails, про то, что такое архитектура MVC, про то, зачем нужны модели, шаблоны и контроллеры, про принцип работы веб-сервера, который крутится, ну, который крутится рельс. Показал вам, как установить RVM, как с помощью червейм установить Ruby и накатить гем Rails. Собственно, мы с вами с помощью этого гема создали первый проект, рассказал вам, что к чему в этом проекте, зачем там какая папка, какой файл нужен и, наконец, мы все это дело, друзья, с вами выкатили в интернет, с чем я вас еще раз и поздравляю. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео, спасибо огромное за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пользуйтесь фреймворком Ruby on Rails. Важный момент. На нашем интенсиве, на котором мы учим людей разрабатывать на Ruby on Rails, кроме видеоуроков, конечно же, еще есть задания, и что самое главное, эти задачки надо сдавать нам на проверку, и мы смотрим, как вы пишете код. это не просто ускоряет вас в вашем изучении Ruby on Rails, а просто создает качественную разницу между самостоятельным обучением, когда вы написали самостоятельно какой-то код и некому глянуть, насколько он правильный, потому что так дотошно, как мы его никто не посмотрит, даже если вы кому-то знающим кинете, и как раз нормальным, полноценным обучением. Так что, если угодно изучить Ruby on Rails вместе с нами, записывайтесь на наш интенсив, ссылка будет в описании к этому видео. Всем до новых встреч, смотрите другие ролики на нашем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok